Добрый день, меня зовут Гелемеева Юлия, и мой муж является собственником земельного участка, расположенного на территории микрорайона Малышева, города Воронежа. Мы купили участок в 2014 году, это мой сосед Геннадий, тоже примерно в этот же период времени, с 2014 по 2018 год, мы приобретали земельные участки в этом микрорайоне. Порядка 50 участков было куплено в это время из тех, кому в 2020 году были предъявлены исковые заявления от Департамента имущественных и земельных отношений, в котором Департамент требует изъять участки из чужого незаконного пользования и снести незаконные постройки. Незаконными постройками Департамент имущественных и земельных отношений называет построенные дома, имеющие все разрешения на строительство, прошедшие все согласования аэропортов, подведены все коммуникации, например, у нас дом недостроен, у Геннадия дом введен в эксплуатацию, имеется газ, свет, мы платим налоги. То есть, как только эти участки были куплены, соответственно, сразу были начислены налоги, и они своевременно оплачивались. Но при этом Департамент имущественных и земельных отношений в своих исковых заявлениях ссылается на то, что они не знали о выбытии этих участков до 2019 года, пока не было возбуждено уголовное дело, о котором я сейчас дальше скажу. И поэтому эти участки выбыли без их ведома из госсобственности по якобы фиктивным выпискам из похозяйственной книги. То есть, получается такая ситуация, что Департамент имущественных и земельных отношений с 2014 по текущий момент, по 2020 год, 6 лет бездействовал. Основная цель моего обращения – это я хочу задать вопрос Александру Викторовичу Гусеву, вопрос и просьбу направить, разобраться в этой ситуации. Потому что сейчас те люди, которые являются добросовестными приобретателями, которые не нарушали никаких законов, которые зарегистрировали свое право собственности в Росреестре, А Росреестр, который вносит отметку в Единый госреестр недвижимости о праве собственности, как мы знаем, является единственным гарантом реально возникшего права собственности. То есть, мы имеем выписку на руках на этот земельный участок о том, что этот участок действительно зарегистрирован за нами. Мы имеем все разрешения на строительство. У кого-то дома построены, введены в эксплуатацию. Кроме того, у нас, например, участок был куплен в кредит 6 лет назад. Мы 6 лет выплачиваем кредит. Нам еще 9 лет нужно выплачивать кредит за этот участок, при том, что ДИЗО может его отобрать, и мы можем еще 9 лет платить за участок, дом, на котором никогда не построим. Получается такая ситуация, что первичный собственник, который зарегистрировал право собственности на эти участки, якобы, если следовать мнению ДИЗО, получил это право собственности, прилагая, подавая в Росреестр фиктивную выписку из похозяйственной книги. Причем фиктивность этой выписки не доказана департаментам имущественных и земельных отношений в суде. То есть они просто подали нам, гражданам, порядка 50 человек, разрозненные иски, ссылаясь на то, что якобы у нас у всех первичное право собственности, не наше, не конечного собственника, было зарегистрировано по фиктивной выписке. При этом мы делали запросы в Росреестр, они говорят, что мы ничего не нарушили, потому что мы не обязаны проверять эту первичную выписку. Мы со своей стороны, когда регистрировали сделку купли-продажи этих участков, тоже все проверили. Мы проверили, что нет обременения, мы проверили собственника, что у него паспорт действительный. Никаких у нас сомнений не возникло в том, что там что-то может быть не так. Все было зарегистрировано в Росреестре, и потом вот по прошествии стольких лет ДИЗО обращается в суд для того, чтобы истребовать эти земельные участки. То есть получается, что ДИЗО утверждает, что он якобы, то есть он при этом пытается пройти мимо такого аргумента, как срок исковой давности. который у нас в стране 3 года обозначен. То есть ДИЗО утверждает, что он 6 лет ничего не знал о выбытии земельных участков. То есть когда участки выбывали, когда Росреестр зарегистрировал первичное право собственности, потом когда, ну конкретно про наш случай расскажу, потом когда участки разделили там из одного большого на два участка, Росреестр опять же зарегистрировал, потом когда мы меняли адрес тоже, управление главного архитектора зарегистрировало смену адреса. То есть все вот эти вот действия, то, что начислялись налоги, при этом ДИЗО утверждает, что они никак не взаимодействуют с Росреестром. Это представители Росреестра, ДИЗО утверждают конкретно в суде, что у них нет никакого взаимодействия с Росреестром. При этом ДИЗО публикует ежегодные отчеты на своем сайте, в которых написано, какое количество земель выбыло из госсобственности, какое количество земель выбыло на возмездной основе, то есть какой доход был получен Департаментом имущественных и земельных отношений от выбытия земель из государственной собственности на возмездной основе. То есть логично предположить, что все эти данные ДИЗО истребует у Росреестр, поскольку Росреестр – это государственный орган, который это право собственности регистрирует. Так почему при регистрации первичного права собственности ни Росреестр не проверяет якобы первичные документы, которые подаются на регистрацию, ни ДИЗО потом много лет не проверяет, так, а какие же участки у нас выбыли из госсобственности. И потом спустя, вот у нас прошло 6 лет, вероятно, можно предположить, что может пройти 10, 15, 20 лет, и потом ДИЗО заявит о том, что мы не знали о том, что эти участки выбыли, и потребует снести дома и изъять эти участки, забрав их опять к себе в собственность. Непонятно, почему в этой ситуации за ошибки, допущенные госорганами, за их многолетнее бездействие должны расплачиваться простые граждане, которые ничего не нарушали, которые все зарегистрировали в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые имеют на руках все документы абсолютно, начиная от свидетельства на право собственности на земельные участки, включая все разрешения на строительство, включая всю разрешительную документацию на подведение коммуникации, газа, света и так далее. Те, кто оплачивали налоги своевременно, ежемесячно. Почему теперь за ошибки госоргана спустя много лет ДИЗО пытается переложить свою ответственность непосредственно на конечных собственников, на тех граждан, которые ничего по сути не нарушали. Как в этой ситуации вообще можно жить спокойно людям? То есть получается, что может любой человек, который имеет земельный участок, просто оказаться в такой ситуации, что вот у меня есть сосед, например, он продал свою квартиру для того, чтобы построить дом, для того, чтобы туда переехать всей семьей. Теперь у него нет квартиры, и если у него заберут дом, то есть он лишается единственного жилья. Вся эта ситуация просто нас шокировала. На данный момент идут суды. Что будет по итогам этих судов, вообще непонятно. ДИЗО приходит на эти суды и продолжает на каждом из заседаний утверждать о том, что у них взаимодействие с Росреестром. Также хочу сказать, вот, Александр Викторович, есть ваша программа, которая называется «Программа по управлению государственным имуществом», по которой Департамент имущественных и земельных отношений, в том числе, отчитывается вам. Эта программа действует как раз-таки в тот период времени, в который приобретались наши земельные участки. То есть ее период действия с 2014 по 2024 год. И по этой программе, в том числе, ДИЗО отчитывается, какое количество земель выбыло из государственной собственности и так далее. То есть наши земли, которые якобы, как ДИЗО утверждает, не знали о том, что эти участки выбыли из госсобственности, по факту ДИЗО все знал, потому что именно запрашивая данные из Росреестра, в том числе, для того, чтобы отчитаться губернатору по этой программе управления госимуществом, ДИЗО как минимум запрашивает у Росреестра все данные о том, какое количество земель выбыло из государственной собственности, какое количество земель осталось, то есть проводится инвентаризация земель, почему ДИЗО при этом утверждает, настаивает на том, что у них нет взаимодействия, вероятно, это кому-то выгодно. То есть получается, что такой пробел в законодательстве, когда у нас при регистрации первичного права собственности полномочиями госоргана, такого как Росреестр, то есть в его полномочия не входит проверка выписки из похозяйственной книги, это документ основания, который при регистрации первичного права собственности подается, в его полномочия не входит, Росреестр его проверять не обязан. ДИЗО какое-то время, зная о выбытии земельных участков, ничего не делает, а потом, когда эти участки кому-то понадобились, соответственно, он делает вид, что ничего не знал и подает на всех в суд и истребует те земли, которые им понадобились для каких-то целей. Вообще непонятно, как в этой ситуации можно защитить, можем мы защитить себя, обычные простые граждане, которые ничего не нарушили, платили налоги, все сделали по букве закона, почему за ошибки госоргана приходится расплачиваться нам, потому что мы сейчас несем и дополнительные расходы, и на адвокатов, и это стресс жуткий для всех. И непонятно сейчас, то есть, например, мы должны были переехать в дом, который достраиваем, но теперь наша стройка зависла, вообще непонятно, что с этим делать, то есть, прекращено строительство, непонятно, что дальше будет происходить, поэтому у меня просьба, во-первых, к губернатору, Александру Викторовичу, пожалуйста, обратите внимание на эту ситуацию, потому что масштаб просто запредельный, потому что это реально ошибка государственного органа, я не знаю, при регистрации, потом при мониторинге земель, там, ДИЗО должны были своевременно выявить и там прекратить, там, либо не выдать разрешение на строительство, либо потом как-то в течение трех лет хотя бы подать какие-то иски и еще что-то, чтобы восстановить, как они утверждают, незаконное выбытие земель из государственной собственности, ничего этого не было, в итоге почему-то за ошибки госорганов должны расплачиваться обычные граждане, которые все сделали по букве закона, я прошу вас разобраться в этой ситуации и также обращаюсь к прокурору Воронежской области с просьбой провести проверки департамента имущественно-земельных отношений на предмет соблюдения всех правил работы, его регламента взаимодействия с управлением Росреестра Воронежской области, вообще, есть ли это взаимодействие, насколько оно, то есть, как оно организовано, действительно ли департамент имущественных отношений мог узнать об этом своевременно, что очевидно, раз они выкладывают отчеты у себя на сайте ежегодные, публикуя количество выбывших из государственной собственности земель, а также отчитываясь перед губернатором по программе управления госимуществом. Очевидно для нас, что взаимодействие есть, межведомственное взаимодействие между ДИЗО и Росреестром. Просто просьба провести Воронежскую областную прокуратуру, проверку, в том числе в департаменте имущественных и земельных отношений, на предмет того, насколько это взаимодействие происходит согласно правилам регламента, есть ли там какие-либо отклонения, и если эти отклонения есть, то устранить их, потому что ситуация вообще просто из разряда какой-то фантастики. Меня зовут Ерофейль Геннадий Иванович, кратко хотел сказать, обратиться к губернатору также, к прокурору, уполномоченным правом человека. Если вы не слышите нас, простые граждане, наши голоса очень тихие, то прислушайтесь, пожалуйста, к мнению президента нашего Путина Владимира Владимировича, который осенью на Валдайском форуме сказал, что наши граждане делегируют свои полномочия органам исполнительной власти, и поэтому, если что-то происходит, то из просто этих органов соответствующих в первую очередь, а не из гражданина, также прислушайтесь к мнению Конституционного суда, который в 2017 году в своем постановлении определил, что общественно-правовые организации не имеют права истребовать у граждан участки земельные и квартиры, те, которые зарегистрированы в установленном порядке, а граждане являются добросовестными приобретателями. Все это есть. Почему вы этого не видите, не слышите, услышите это, пожалуйста, если у нас, то хотя бы Конституционный суд и президента.